Для проведения полевого теста оборудования Artalink необходимы два терминала. Один из терминалов – стационарный, устанавливается на капитальном здании, второй – полевой, на необходимой дистанции с наличием прямой видимости и с организацией питания от автомобиля. Полевой комплект включает в себя Терминал оборудования Artalink в составе оптического блока, интерфейсного кабеля и блока интерфейсов с кабелем питания. Треногу Инвертор питания для преобразования напряжения постоянного тока 12 В в напряжении переменного тока 220 В. Блок розеток для подключения питания терминала, ноутбука и тестера. Ноутбук Тестер канала Бинокль для дистанции более 1 км И инструменты Плоская отвертка И раздвижной гаечный ключ Прежде всего необходимо спланировать трассу тестирования, например, при помощи картографического сервиса. При этом определяется место размещения полевого терминала с учетом требуемой дистанции, удобства подъезда и наличия прямой видимости. Для уточнения прямой видимости желательно предварительно выехать на предполагаемое место установки полевого терминала, обратив внимание на возможное появление перед полевым терминалом объектов, которые могут прервать связь, например, автомобилей, если терминал будет установлен за автомобильной дорогой. Перед выездом на место нужно установить и подключить стационарный терминал. По прибытии на место размещения полевого терминала устанавливается тренога. На площадку треноги устанавливается и закрепляется оптический блок терминала таким образом, чтобы его можно было повернуть с небольшим усилием. После закрепления оптического блока необходимо открыть крышку коммутационного отсека и снять заглушку с одного из его отверстий. На следующем шаге нужно подготовить интерфейсный кабель, сняв с его окончания защитные пластиковые трубки и освободив разъемы кабеля от изоленты. Одно из окончаний кабеля заводится в боковое отверстие коммутационного отсека. С внутренней стороны отсека на окончании кабеля надевается гайка, с помощью которой окончание кабеля закрепляется на стенке коммутационного отсека. После закрепления кабеля откручивается транспортный болт и снимаются заглушки оптических разъемов. Разъемы интерфейсного кабеля подключаются к разъемам оптического блока согласно схеме, приведенной на его крышке. После подключения разъемов необходимо аккуратно уложить оптические волокна в коммутационный отсек, избегая их сильного сгиба. Диаметр петель волокон не должен быть меньше 3 см. Другое окончание интерфейсного кабеля подключается к блоку интерфейсов. Его закрепление на стенке блока интерфейсов аналогично закреплению на стенке коммутационного отсека оптического блока. Блок интерфейсов подключается кабелем питания к блоку розеток, соединенному с инвертором питания. Также к блоку розеток подключается ноутбук и тестер канала связи. Для контроля состояния оборудования и проведения тестирования необходимо с помощью патч-кордов подключить ноутбук к порту Service, а тестер к порту Ethernet 1 блока интерфейсов. После сборки и подключения полевого терминала можно включить инвертор питания, питание ноутбука и блок интерфейсов терминала. Наведение оптического блока осуществляется с помощью встроенного прицела. На дистанциях выше 1 км желательно использовать бинокль для определения ориентиров, хорошо заметных в прицел оптического блока. Критерием правильного наведения является непрерывное горение среднего индикатора оптического блока и работа двигателей системы наведения, определяемая по звуку. После наведения канала необходимо подождать до 10 минут до завершения автоматической подстройки терминалов под работу на выбранной дистанции. Критерий завершения настройки – отсутствие непрерывного мигания всех горящих индикаторов на оптическом блоке и блоке интерфейсов. После завершения подстройки терминалов можно запустить тест канала связи. Для этого включается процедура измерения ошибок на тестерах канала связи. Длительность теста зависит от выбранных сценариев тестирования и его целей. В любом случае при полевом тестировании оборудования необходимо учитывать воздействие факторов, которые будут отсутствовать при стационарной установке в условиях эксплуатации. К таким факторам относятся порывы ветра, пыль над дорогой и другие. После завершения тестирования необходимо аккуратно демонтировать терминал, установив на оптический блок транспортный винт. Кроме того, необходимо установить заглушки на все оптические разъемы. По две на оптический блок и блок интерфейсов. И по две на каждое окончание интерфейсного кабеля. Как можно видеть, конструкция оборудования Artalink позволяет быстро провести его тестирование в полевых условиях. Данная процедура может служить примером оперативной организации временных каналов связи в различных целях. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...